Сегодня, 27 августа, празднуется День российского кино. Какие русские фильмы любят смотреть наши саровчане? Пойдемте узнавать. Русские фильмы смотришь, а вообще не смотришь. А почему? Потому что мне больше нравятся зарубежные. А чем зарубежные лучше, чем русские? У них какие-то более интересные сюжеты. Они не зациклены. У нас, знаете, в фильмах любят все преподнести так, на очень низком бытовом плане. И выставить народ такими бедными людьми, которые, не знаю, не могут получить полноценного удовольствия от жизни. Я вообще уже кроме спорта и музыки ничего не смотрю. Почему? Да, мне неинтересно. В основном нет, но старые есть. А какие, например? Ну, «Москва слезам» и старые фильмы. А почему они вам больше нравятся? Они более правдивые, что ли. Последние блокбастеры, которые показывали в кинотеатре России, посмотрели. Но есть другие фильмы, которые, конечно, лучше о добре я нахожу просто в интернете. Мне вот нравятся старинные художественные фильмы. Сейчас их нету, художественные фильмы посмотрели. А на сериал идет «Стрельба, убийство, воровство». Я этого не люблю. Мы люди пожилого возраста преклонного. Мы любим старинный, хороший художник. Вот как-то показывают на этой неделе. Это «Королев без наколонки». Отличный фильм, правда, художественный фильм? Только советские фильмы смотрел и буду смотреть. С участием Баталова, Инна Макарова. Так, это как? «Весна, Заричная улица». Советские? Да. «Жентльмены, удачи». Хороший фильм еще. Про войну. Советские фильмы уже, в принципе, многие посмотрели. А современные фильмы российские очень мало хороших. Там буквально единица. Вы почитаете больше русские, чем из-за рубежа? Да, они добрые, хорошие фильмы. А чем там доброта заключается? Любви к человеку, другому, помощь оказывают. Очень понравится все. Спасибо большое. Вот так вот. Помощь, доброта, любовь. Вот в чем смысл советского кино. Смотрите, друзья, советское кино и радуйтесь вместе с нами. Для вас опрос про фильмы проводили Ирина Вашкородцева и Артемий Глазков. Спасибо.